Ну, то есть это не такой буксир, который обычно затягивает, вытягивает корабли в порт, заводит, выводит. То есть это океанического типа буксир. Он может это делать, но это его не основная задача. Другое дело, что и сейчас его использовали по другой задаче. Вот это то, что я хотела спросить. Почему его сейчас используют как корабль снабжения? Ну, это как такой, скажем, морской грузовик, потому что он может это сделать. Туда грузят большие грузы от логистики острова Змеиной и доставляют туда. Ну, для того, чтобы, видимо, провели они оценку рисков. И сейчас вот на такие корабли, ну, они ставят вот эти вот зенитно-ракетные комплексы ТОР-М2 в кормовую часть для того, чтобы, для защиты от ракет. Ну, никак он, видимо, себя не проявил, этот комплекс. А, видимо, он вообще не был включен. И обе ракеты попали точно в цель. А мог ли ТОР перехватить ракету такую? Ну, ведь функционал у него совершенно другой. Нет, нет. ТОР как раз для этого создан. Ракета ТОР, она, ракета, это комплекс самообороны с дистанцией стрельбы 15 километров. Значит, у него есть 16 ракет, он такие ракеты может перехватывать. В общем, минимальная высота цели его составляет 10 метров. Эта ракета летела там, может быть, 20-30 метров. Но дело в том, что, понимаете, он находится на корабле как независимый такой объект. У него нет информации. Вообще на российских кораблях нет такой единой системы предупреждения о ракетной угрозе, какая, например, есть в НАТО система глобальная. И поэтому для того, чтобы он сработал, там нужно постоянно находиться люди, постоянно должно вестись наблюдение за воздушной обстановкой. А вот эта атака, она, значит, имела место где-то в 4 утра. И, в общем, видимо, персонал просто отсутствовал на боевом посту. И они даже не увидели этих ракет. Фронт. Політика. Економика. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24». Субтитрувальниця Оля Шор